А вот оно близко-близко, мерцает-сияет, а у ресторана медведь, вот тут вот телега, телега стоит, и да, и хочется сказать, готовьте телегу зимой, а сани летом, зима однако. Ох, сегодня морозец, минус 25, ну почти, да, полная луна. Идём со спектакля, с балетного спектакля «Щелкунчик». В душе такая радость, на улице русская настоящая зима, и прям даже, знаете, на душе весело, потому что вот этот мороз, это как раз наше русское, вот этот, который за нос щиплет, который щёки делает красными. Поэтому мы идём сейчас дышим этим морозным сухим воздухом и наслаждаемся нашей русской зимой. Идём в парке. И череет уже. Шикарно. В Котлас-балет приезжают второй раз. На первый балет я не ходила. Вот сейчас я решила обязательно, скажу, обязательно. Смотрю. И шикарные костюмы. Прекрасное исполнение. Очень большое количество детей в зале было. Дети прям маленькие такие. Ну, слушают. Да, а у нас тут вот звукорежиссёр. Смотрю, конечно. С Новым годом. Виктор Александрович летит на балет. Да, на балет. Слушай, классно. Мы вообще там насладились искусством. И сейчас вышли на улицу и думаем, так здорово. Вот этот вот наш русский холод. Да, мы радуемся. Радуемся. Потому что вот эта зима со слякотью, она так надоела уже. А сейчас лыжня. Прям на лыжах хочется встать, пробежаться. Я помню, мы ездили на вершину два или три года назад. Вот в такой же мороз. И мы по лесу на лыжах. Здорово. Я люблю, когда зимой мороз. И нет вот этой каши слякоти. Потому что зима должна быть зимой. Лето должно быть летом. Всё должно быть попорядочно. Порядок должен быть и даже в природе. Да. Так у нас есть в природе порядок. Поэтому у тебя есть 25. Нет, когда летом холод, а зимой слякоти. Раньше порядок был, когда и минус 35, и минус 45. Да, в детстве такое было, помню. Поэтому всех с наступающим Рождеством поздравляю. Желаю вам благополучия, здоровья нашего вот этого северного здоровья. Желаю исполнения желаний. В общем, чтобы 23-й год был намного лучше, чем 22-й. Ну, ждём 24-й. Да, астрологи сказали, ждите 24-й год. Летом нам подарили вот такую баночку медовухи. И вот сегодня мы пробуем. Вот посмотрите. Во-первых, по вкусу, как настоящее шампанское. Натуральный продукт полностью. Вот только открываем. Да, смотрите, видите, даже пузырьки есть. Спасибо. Вот, представляете, только вот решили на Рождество. Сейчас вот попробовать выдержали с лета, да, от выдержанной продукты. Ну что, сегодня воскресенье, минус 31. Вообще здорово. На улице ветра нет. Классно. Я закуталась. Всё вообще. Сейчас иду в офис. У нас будет чаепитие с моими любимыми активными подписчиками интересного Котласа. Мороз, зима, класс. А я уже в офисе. Уже жду гостей. И жду, когда же они придут. Ну, время ещё примерно без 10. 3, у нас 3 часа встреча. Сейчас будем ждать наших гостей стол. Уже половина накрыта. Да, вот у нас Дед Мороз со Снегурочкой раздевать. А там у нас что-то кранётся ещё. Здравствуйте. Наши подарки. Вот, мы всем дарим по золотому рублю. Первые 10 человек, кто пришёл. Спасибо, цыганка. Золотила. Спасибо огромное. Это вам. Спасибо. Наша коллекция пополнится сейчас. Да. Мы на ёлочку потом... На следующий год, Надежда Витальевна, эти украшения на ёлочку повесим. А пока мы вот на нашу эту импровизированную... Иконостас. Да, иконостас. Иконостас, да. То есть это всё подарки. Вот это Зоечкины подарки. Зои Смирновой, которая сегодня не смогла прийти. Да. Это у нас девочки с волны с прокачки дарили. Это подарок от Яны Ноготковой, которая у нас проводила однажды встречу для интересного котлоса по очкам. Если кто помнит, да. У нас в прошлом году были. Может, попросим, в этом году проведёт. Так что, видите, у нас тут много... Вот это мы... Это от администрации, видите, мы получили грамоту, когда был у нас прокачка, был проект. Да, то есть всё остальное, тут всё благодарности и дипломы. Так, ну что ж, мы готовимся к началу. Да, к началу готовимся. Вот нас мало, но мы в тельняшках. Да. Он всё в полосочке. Кто мороза не боится, тот здоров и веселится. Это у нас самый главный тостер. Есть у нас такой. Да. Ну, знаете, зачем чокаются? Говорят, злых духов нужно выбивать от бокала, поэтому делается дурный чок. Если вы нахмурясь, выведите из дома. Если вам в радость солнечный денёк, Пусть вам улыбнётся, как своей знакомой, С вами вовсе незнакомый встречный паренёк. И улыбка, без сомнения, вдруг коснётся ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Живой звук. Минус 30, чё хочешь? Да, сегодня минус 31. Что ж, мы побывали на концерте Радырая и Леонида Изместева. И сейчас зашли в офис, всё прибрали здесь. Готовились к завтрашнему дню. Сейчас идём домой. На улице минус 33. В этом году, в 23-м, я решила попробовать вот такое вот игристое вино. Перл. Перл – это жемчужина. В переводе на русский язык. Это у нас идёт белое, полусладкое. Ну, что могу сказать? Мне понравилось. Оно не очень сладкое идёт. Причём, очень не сильно газированное. Но игристое. Вот видите. И произведено вино в России, в Краснодарском крае. В одну из станиц. Какая-то верминская, что ли, столица. Оно, конечно, отличается от итальянского мартиния. Конечно, вкуснее намного, но это тоже неплохой вариант. Мы сегодня играем. Сегодня игра 60 секунд. Очень часто, как бы. Пока мы на третьем месте с конца. Сегодня мы играем четвером только. Игра интересная. Кстати, вам вопрос. Как называется держатель? Держатель узкого роды, который снимается. Потому что я его знала, название, но никак не могла вспомнить вовремя. Поэтому свои ответы пишите в комментариях. Сегодня на игре 60 секунд был как раз вопрос про анпекинг. Анпекинг – это в переводе с иностранного на русский. Это распечатывание заказа. Но это не заказ, это подарок. Подарок. Сестра подарила три вот таких салатничка. Сейчас я их буду испытывать. По размеру все разные. Вот сам большой. И вот здесь какие-то опознавательные знаки есть. Сейчас посмотрим. Значит, микроволновки можно использовать. Посудомойки мыть. И небьющиеся получается. То есть, что-то такой третий знак непонятный. Не знаю, что такое. Сегодня я делаю индейку. Индейку делаю в мультиварке. Сейчас покажу. Во-первых, я всегда беру филе бедра. Сейчас, потому что грудка суховата получается. А вот филе бедра я делаю в духовке в пакете. Ну или вот сегодня попробовала сделать в мультиварке. Смотрите, делаю филе бедра. Сделала такой маринад. Значит, несколько ложек приправы там на глаз совершенно. Потом подсолнечное масло. Обваляла куски мяса в нем. Сейчас добавлю чуть-чуть сюда водички. И поставлю на тушение. То есть, и будет мясо такое, которое можно будет куском отрезать и положить на бутерброд. Так, ну что ж, мясо готово у нас. Мы уже даже покушали. Очень получилось вкусное. То есть, берем кусок. Просто его разрезаем. Сейчас, если получится, у меня этим ножом разрезать. Да, то есть, вот можно на кусочки разрезать, положить. И можно на бутерброд положить. Будет завтра, например. То есть, вот такой вот хороший вариант. Вот такое мыло из офиса перенесла. Смотрите, маленький кусочек. Очень удобно. Вот для женской ручки так вообще прям идеально. И в таких упаковке три кусочка. То есть, мыло с натуральным экстрактом вермины. И эфирным маслом лимона. То есть, вот такой, ну прям запах вообще прям шикарный. Сегодня вот выкладываю. Буду первый раз пользоваться им дома. За 2022 год я снизила вес на 22 килограмма. Благодаря чему? Благодаря вот этой овсяной каше. Каждое утро на завтрак я ела или овсяную, или гречневую кашу. И, если хотите, могу поделиться своими рецептами. То есть, то, что кушаю я. Потому что вес я поддерживаю. И, в принципе, не прилагаю к этому особых усилий. Сейчас. То есть, овсяная каша это наше все. Плюс, дополнительно, сейчас сезон простуд. Я пью вот такие капсулы. Причем, желтенькую, это омега-3. Я пью два раза в день. Один раз утром, один раз вечером. А красненькую я пью утром. Это астоксантин, антиоксидант. Астоксидант. Потому что сейчас в сезон простуд. Тем более, такие морозы тут были. И нужно было поддерживать свой организм. Вот когда-то мне подарили такой башкирский бальзам. Агидель. Стоял он у меня, не знаю, год, наверное. Может быть, больше даже. Как-то, не знаю, не могла. Даже не помню, кто подарил. И вот сейчас решила я его попробовать. Ну, сначала, естественно, прочитала. Оказывается, такая полезная вещь. И что я делаю? Я после еды чайную ложечку или запивая водой, принимаю. Или растворяю, например, в стакане чая или в стакане кофе. То есть, вот такая интересная штука. Причем, очень приятным вкусом. Мне он на вкус напомнил чем-то коньячок. То есть, вот, почитайте в интернете. А тот, кто пользовался, напишите, пожалуйста, зачем вы его пьете. То есть, и что получаете в итоге. Потому что мне интересно. Я вот сама только начала пробовать его. То есть, и здесь вот, конечно, состав шикарный. Здесь только трав ходит, состав. Кстати, чем хорош вот он, в интернете я почитала, это продукт, который улучшает пищеварение и плюс снимает нервное напряжение. То есть, и всего. Я иногда бывает одну чайную ложечку в день, иногда две чайных ложечки в день выпиваю. Ну, а когда добавляешь чай, оно вообще особо не чувствуется. То есть, чай, вкус чая особо не меняет. Поэтому мне очень как-то вот он зашел, этот бальзам. Именно вот этот. Сегодня всего минус 11. Я даже не верится, что минус после минус 38. Потом стало 33. Потом стало 24. Сегодня минус 11. Прям быстро. Морозы пролетели, полнолуние закончилось. Я иду в офис. Кстати, волос уже красить надо. Но я иду в офис. Сегодня немножко поработать. Как вот это чудо не любить? Масяня. Кот с нордическим характером. Ему уже почти 15 лет. Может, даже уже есть 15. Надо посчитать. То есть, он такой вот уже мудрый. И не очень любит фотографироваться, не любит сниматься всегда. Всегда прячется от камеры. Масяня. Масянечка. Масенька. Видите, ноль внимания. Мася. Вот он как-то понимает, что его снимают. И он это не любит дело. Сегодня буду менять лак на ногтях. Потому что уже ношу около недели. Уже тут уборки дело. Посуды мыло. Немножко сколы уже образовались. И не коррекцию не делала. То есть, вот нанесен у меня вот этот лак был. Розовый зефир, по-моему, назывался. И вот это вот средство. Топовое покрытие, так скажем, за блестками. Сегодня посмотрю, какой я буду наносить. Вот это вот сейчас лаки. Они со скидочкой идут. Я обожаю лаки Арифлейм. Пользуюсь только лаками Арифлейм. То есть, тот, кто смотрит мои обзоры на YouTube, видит, что все время я практически меняю лак. И вот сейчас в каталоге у нас идут вот эти три лака. Со скидкой розовый зефир. Вот такой лак 417-80. Видите, в каталоге он совсем другой. Совсем другой. Вот такой вот снежно-белый. Этот вот похож. И вот 417-81. Это мерцающий розовый. У меня теплое освещение здесь у лампы. Но вот этот лак очень красивый. Мне он нравится. Вот он у меня на ногтях сейчас нанесен. Я, видите, сегодня буду менять лак. Держу сколы, потому что... Сегодня я крашу волосы. Потому что уже отросли корни. Седина уже видна вовсю. У меня практически все седые волосы. И вот крашу волосы краской Арифлейм. Я использую эту краску уже много лет. Как только она появилась в каталогах, у меня оттенок 3.0. 3.0. Это темно-коричневый оттенок. Причем, что мне нравится еще в этой краске. Шикарный бальзам. Очень пахнет вкусно вообще. Поэтому все очень понятно. Инструкция есть. Кто, например, дома в домашних условиях хочет красть волосы. Все очень понятно написано. То есть можно купить вот такую пелеринку еще. У нас есть принадлежности для окрашивания. Это кисточка. Это тарелочка для окрашивания волос. Где краску разводить. Разводить ее очень просто. В общем, все доступно. Поэтому я раньше ходила в салон красоты, красила волосы. А теперь я окрашу их дома. Продолжение следует.